Теперь представим себе, что есть человек, который состоит на 90% из Земли. И мы его точно так же изобразим. Просто визуально это как-то лучше воспринимается. Я начну описывать его характер, а вы попробуйте сделать это самостоятельно, может быть, немножко позже, добавить слова. Четкий, конкретный, рациональный, приземленный, склонный подчиняться законам, правилам. Поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Это, я думаю, для Земли. Кстати сказать, поговорка «семь раз отрежь» я оговорился, но не случайно. «семь раз отмерь, один раз отрежь» для огня, мягко говоря, не подходит. Просто совсем. Хорошо. О Земле я могу еще сказать. Я работаю с клиентами, с людьми, кому я помогаю решать жизненные проблемы разного типа. И вот когда идет описание иногда их партнеров, то вот для людей, если их партнер имеет явную доминацию Земли, есть такие описания. Это я цитирую. «За ним, как за каменной стеной». Это первое. А второе. «Тормоз». Я цитирую. Вот это свойство Земли. То есть некоторая инерционность, небыстрость в делах, скажем так, и в мыслительных процессах, но стабильность, солидность, рациональность, ну и надежность, и надежность. Хорошо. А теперь я вернусь к теме и к цели, ради которой я это рассказал. Итак, я сказал, что даже эти знания могут уберечь нас от очень серьезных ошибок. Представьте себе, явно земной подросток решил пойти, например, в МЧС, или же, ну, скажем так, работать на скорой помощи. Подумайте сами, к чему это приведет. Справится? Может справиться. Но он будет работать в постоянном стрессе. Потому что решение надо принимать моментально, без достаточного анализа. На это просто нет времени. И поэтому такой подросток или уже взрослый человек будет работать в постоянном стрессе. К чему это приводит, я вам уже сказал. Это не его профессия. Давайте так говорить. И выбрав по ошибке или под давлением, скажем, родителей, или совету родителей, подобную профессию для себя, это годы стресса, которые повлияют и на здоровье, и так далее. Хорошо. Теперь...